Всем привет! Добро пожаловать на урок Т2. Сегодня мы проверим статью про твины в Роблоксе. У меня есть урок просто про твининг, некая библиотека, которая позволяет делать всякие классные штуки. Что за классные штуки? Что вообще такое твининг? Полное слово это Inbetweening. Если вы смотрели мультфильмы или читали про то, как делают мультфильмы, есть Key Animators, аниматоры, которые рисуют ключевые кадры. Посмотрите на картинку и представьте, здесь бежит человечек, аниматор ключевых кадров рисует его каждую секунду. А между этими секундами, чтобы он двигался, этот человек, в мультфильме плавно, целый отряд аниматоров, допустим из Кореи или из России, прорисовывает этого человечка с первого кадра до следующего кадра, который нарисовал главный аниматор, мультипликатор. И вот эти рисования плавные между ключевыми кадрами и называются Inbetweening или просто твининг. Про процесс, ну ладно, про анимацию вы сами сможете прочитать. Давайте вернемся к нашему роблоксу. Вот статья у нас будет называться Twin. И написано, что твины позволяют получить некие недостающие кадры между первой точкой и последней. Вот, например, у вас здесь стоит человек и вам нужно его двинуть сюда. Вы задаете начальную его позицию, конечную, а то, как он будет двигаться между этими точками, вам поможет Twin Service. Ну и здесь написано, чтобы создавать и конфигурировать ваши твины, мы должны пользоваться Twin Service. И в Twin Service есть функция Create. Так, ну других способов нет. И что же здесь интересного? Ага, ну и во-первых, на один объект, на какую-то там детальку, допустим, можно сразу несколько твинов. С разными длительностями, с разными параметрами. Один твин, например, будет двигать ваш объект из точки А в точку Б. А другой твин будет, например, менять цвет. Из голубого, например, в желтый. Давайте посмотрим первый скрипт примера. Так, ну здесь в самой статье про твины, это просто про твин сервис. Мы здесь кое-что потом посмотрим. Вот что нам нужно будет. Вот функции, какие в твин сервисе есть. Потом с ними побалуемся, потому что в статье с примером, вот здесь Create, здесь всего два примерчика, и они не очень интересны. Но мы с вами их разовьем. Итак, давайте запущу сначала, чтобы было не скучно, потом опять вернемся к статье. Вот этот первый примерчик я взял. Вот он здесь. Можете тоже все скопировать и проверить. Для работы этого примера не нужны никакие детали. Потому что пример создает сам деталь и начинает ее двигать на игровом поле. Такая будет серая деталь. Вот мы ее видим. Эта деталь взлетает вверх-вниз. И сейчас она остановится через несколько секунд. Вот, замерла. Окей. Вот такой скриптик, маленький. И вы видите, что здесь никаких циклов нет. Хотя есть какие-то настройки начальные. Честно говоря, мне такие, когда я вижу такие настройки, мне они не очень нравятся. Потому что они много строк занимают. Но на самом деле, все эти настройки можно превратить в какую-то функцию и засунуть в модуль Роблокса. Чтобы не повторять одно и то же каждый раз в вашем скрипте. Так. Давайте начинаем читать статью. Функция Create Twin сервиса создает новый твин. Функция принимает три аргумента в свои параметры. Это первым аргументом идет объект, который мы будем двигать. Например, деталька Part. Потом информация по твину. Твине инфа. Сейчас я про нее расскажу. И некая табличка, в которой мы перечисляем те свойства, которые должен твин менять в нашем объекте. В нашей детальке. Ну и что делают твины? Твины используют для того, чтобы плавно перевести ваш объект, если мы, например, хотим, чтобы у него меняли координаты. Вот начальное положение объекта. И мы указываем, например, твину какое-то другое положение. Потом, когда мы запустим наш твин, то наша деталь плавно пойдет из первой точки во вторую. Также можно указать, например, желаемый цвет этой детали. Вот сейчас он голубенький. Можно указать желтый. И пока эта деталь... Ну и указать, за сколько секунд деталь должна из голубого цвета получить желтый. Или за сколько секунд эта деталь должна отсюда перебраться в эту точку. А можно это делать все одновременно. А можно еще несколько разных твинов на одну деталь устанавливать. Например, один твин длится 5 секунд передвижения. А твин изменения цвета длится, например, 2 секунды. Если мы на одну деталь эти два разных твина накладываем, то деталь начнет двигаться. Если мы запустим наш твин, будет двигаться, я не помню, сказал 5 секунд. Пока она будет двигаться 5 секунд из точки А в точку Б, она первые 2 секунды будет менять цвет. Так. Ну, мы это попробуем, сделаем сами. Итак. Так как твин это сервис в Роблоксе, если вы смотрели другие уроки, не мои, потому что я про это, про сервисы почти не говорил. Чтобы получить доступ к сервису, надо вот так сделать. Game2.getService. И здесь мы пишем название сервиса. В принципе, вот такую штуку можно писать везде. Но вы знаете, что у нас язык лоа, зачем нам писать много текста, если мы можем сократить. Итак, поэтому мы твин сервис, ссылку на твин сервис, заносим в переменную твин сервис. И видите, вот у меня здесь подсвечено. Здесь вместо этого, вместо названия вот этой перемены твин сервис, мы могли вообще-то написать целиком вот это вот все. Понятно. Вот это вот сюда вставить. Ну, и так строчка длинная, знаете ли. Так. Итак, эта строчка ничего не делает. Она просто получает ссылку на твин сервис, которую мы потом вызываем. Следующая строчка. Мы создаем просто детальку. В кучу уроков я уже это показывал. Деталь, когда создается в Роблоксе, мы ей не указали parent. Вот здесь, в этой строчке мы потом ей укажем parent. Она создается как бы в вакууме. Ее не видно, ее нет в игре. Мы ее просто создали. По умолчанию создается серый пластиковый кирпичик. Ну, мы его и видели, когда мы игру запускали сейчас. Так, следующая строчка. В созданному кирпичу мы задаем начальную позицию. С помощью vector 3.new. Помните, да, три координаты? Это x, y, z. Это значит, у нас деталь создается по центру. Ну, вот где-то вот здесь у нас координаты 0, 0, 0. Значит, 0. Какая там вторая координата? 10. 10 стадов вверх. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Вот, например, здесь. Да, и в глубину z 0. Окей. Чтобы деталька не падала под силой тяжести, мы включаем у нее якорь, anchor. Part anchored, true. Если мы это уберем, то деталь там будет... Кстати, давайте уберем. Она, по-моему, все равно будет двигаться, но она будет дергаться. Будет пытаться падать. А, ну или... Ну, вот видно, да. И она начала уже там крутиться по-всякому. О, Господи. Да. Ладно. Якорек включаем. Так. Ну и седьмая строчка. Это мы созданные детали, которые у нас нигде сейчас. Мы ее выкладываем на наше игровое поле. Помните, да? У нас в Explorer. На Workspace. Мы делаем родителя... Нашей. Ну, как бы... Мы помещаем ее в папку Workspace. А вы знаете, что у нас все в игре находится в Workspace. Game.Workspace. Так. Помните, я говорил в одном из уроков, что можно вот так сделать. Можно Workspace написать с маленькой буквы. Это равносильно Game.Workspace большой буквы. Давайте запустим и проверим, так ли это. Ну, с другой стороны, Roblo же меняется. Вдруг они эту штуку уберут. Ну, вроде не убирают уже 10 лет. Вот. Все работает. Прекрасно. Ладно, оставим. Видите? Сократили нашу программу чуть-чуть. Так. Подбираемся к вот этой страшной штуке. В статье, в принципе, про нее написано. Но мы это отдельно еще почитаем. Я вам пример поясню и мы пойдем дальше по статье. Так. Вы же никуда не торопитесь. Кто-то торопится донат мне прислать. Ну, давайте. Так. Информация по твину. Это пойдет вторым аргументом, когда мы будем создавать твин для нашей детальки. Что же здесь указывается? Во-первых, создается с помощью вот такого функции twininfo.new. Это конструктор. Ну, могли бы вместо переменной, конечно, написать целиком вот так. Да, вот вместо twininfo вот сюда. Подставить прямо вот эти вот строки. Но это было бы еще больше. Так что не стесняйтесь. Заносите все в переменной. Вам же будет легче потом разбираться. Итак. Информация по твину. Как будет двигаться наша деталь или что она там будет делать. Первым идет время. Сколько должны эти преобразования длиться? Две секунды. Здесь в секундах мы указываем. Можно указать 20. Вот смотрите. Давайте не 20. Допустим, я сделаю 5 секунд. И посмотрите. Нет, давайте не 5. 0,5. Очень быстро должны происходить. Все. Давайте посмотрим, как наша деталь начнет дергаться. Не дергаться, извините. Быстро. О. Поняли, что один цикл движения. Вот мы как раз задаем. За сколько детали нужно пройти? А помните, мы деталь создали на высоте 10 стадов. Так. Так. Ну пусть так остается пока. Следующее, что у нас идет. Изин стайл. Изин стайл. Изин это смягчение скругления. Вот здесь у нас линейный указан тип. Линеар. Это означает, что деталь... Давайте я опять... Чтобы что-то заметить, нам нужно побольше, поменьше скорость. Иначе мы глазами не заметим все изменения. Так. Здесь очень много этих стилей может быть. Давайте вот этот вот линеар я уберу. Роблокс должен мне подсказывать. Точка. Ага. И вот он. Мне показывает, что у нас есть. Back это назад. Bounce это значит отскакивать. Как мячик. Эластик это растягиваться. Как... Как... Резина. Ну, допустим, растягиваете в своей рогатке резинку. Оттягиваете, отпускаете, и она начинает колебаться туда-сюда. Вот что-то такое. Линеар. Это значит прямолинейно. Двигается с одной скоростью. Quad. Quart. Quint. Синус. Точнее. Син. Так. Ну, давайте. Линейно сделаем. Но чтобы вы поняли, как это все движется, давайте мы сделаем вот так. Так. Изинк. Во. И у нас есть такие графики. Так. Как тут увеличить? Сейчас посмотрим. Кстати, в другом уроке по тренингу у меня такая штука есть. Ну, кстати, да, я примерно этот пример. Во. Смотрим. Видите, как линеар. Допустим, вот по этой оси это время. А по оси Y вверх это скорость. И скорость это движение. Смотрите. Время идет. И вот наша деталь поднимается. Если мы используем Quad, то получается время идет, а наша деталь сначала замерла, а потом все быстрее, быстрее, быстрее начинает подниматься и так далее. Ну, вы давайте лучше с этим, конечно. Или посмотрите мой урок про тренинг. Либо почитайте на русском языке. Ну, как тренинг. Про изинг. А вот изинг. Твин изинг. Очень много. Это в куче игр используется. Много где используется. Везде используется. Вам будет полезно это покупать. Итак. Так что. Так. Ну, давайте какой-нибудь. Вот Bounce. Bounce попробую. Забавный эффект. Bounce. Давайте запустим. Посмотрим. О, клево. Видите, деталь не просто движется, она еще и начинает там подпрыгивать. Ну, как будто с помощью этого эффекта можно сделать падающий мячик. Без всяких физических движков. Просто мячик у вас падает и начинает отскакивать. Так. А давайте я сделаю мячик. Так. Во-первых, я размещу нашу деталь, ну, допустим, в 30 стадов. Вверху деталь сначала появляется. И потом деталь у нас будет падать, например, до 3 стадов. Так. Давайте запустим. Сейчас у нас деталь будет сверху падать на землю. Это будет напоминать больше мячик, конечно. О, видите, какое падение. Ну, то, что она назад подлетает снова. Это мы сейчас до следующего параметра дойдем. Вот. Я объясню. Вот. Изин дирекшн. Это в какую сторону применять вот этот эффект сглаживания. Аут. Это значит... Сейчас покажу по графику. Ин. Это когда мы начинаем движение. Аут. Это когда заканчиваем. Тоже вам придется поиграть. Ну, вот смотрите. Аут. Это как бы в конце. Если я сейчас сделаю ин. То у меня деталь будет подпрыгивать в самом начале. По-моему. Да. Вот. Видите. В самом начале. А потом тупо падать. Понятно, да? Поэтому вас смущает то, что здесь повторяется. То, что идет повторение. Но это вот следующий параметр. Мы перейдем. Так. А что кроме ин. Аут. Можно же и начать. И закончить. Что тут есть? Так. Ставим точку. И нам пока... Да. Ин. Аут. Третий вариант такой. Что и в начале используют этот эффект сглаживания. И в конце. Ин. Аут. Значит, у нас сейчас оно попрыгает вверху. Деталь упадет и попрыгает еще на полу. Бам-бам. Бам-бам. Ну, забавно, кстати. Вот такие вот лифты дерганные делать. Не знаю, удержится там человек или нет. Так. Дальше. Следующий параметр идет. Сколько раз повторить? Мы можем указать прямо здесь число. Например, повторяй 20 раз. Потом все. Перестанет. Не важно, сколько времени. Например, смотрите. Здесь мы задаем 200 секунд. 200 секунд. Давайте 20 секунд. А здесь говорим. Повтори всего один раз. Да ладно. Пусть два раза повтори. Запускаем. И считаем, сколько раз. Я 20 секунд сделал. Да. Почему остановилось? Потому что вот здесь у меня стоит запустить твин, подождать 10 секунд и прекратить. Ладно, я нехорошо это сделал. Давайте пусть две секунды. Давайте еще раз запустим. Раз. Два. Ага, замерло. Выглядит как будто четыре раза все это произошло. Почему? Потому что мы сразу... Давайте перескочим на вот этот параметр. Тру. Это значит вернуться. Реверсивное движение. Значит, когда у вас ваш предмет из первого состояния до второго дойдет. Ну, из первой точки, например, до финальной. То если у нас здесь стоит true, а не false, он еще и в конце вернется опять на исходную точку. Давайте сделаем false. Кстати, false. А теперь получается у нас будет некрасиво. Теперь он возвращаться не будет. А, понятно. Он всегда будет появляться... Так, еще раз запускаем. Он всегда будет появляться в начальной точке. Второй кирпич упал. И все. Видите, два раза прошло. Так. Давайте сделаем четыре раза. И ускорим. Пусть он за одну секунду падения. И вот этих за одну секунду произойдет пусть четыре падения. Раз, два, три. А, мы первое еще не видели. Ну, в общем, четыре раза произошло. Так. Еще раз говорю. Вы давайте проверяйте у себя все это сами. Так. А написано, что если здесь отрицательное число, любое, хоть минус один, хоть минус два, хоть минус сто, у нас будет бесконечно вот это вот все продолжаться. Так. Ну вот. Для доказательства я сейчас запущу. И вот у нас начнет он падать. Раз, два, до пяти досчитаю. Три, четыре, пять и так далее. Так. Ну, понятно. Любое отрицательное значит. Минус один точно так же будет сработать. Фолс вы поняли. Это значит возвращаем так. Это значит без возвращения в точку начала. Так. Дилей. Сколько ждать? Давайте сделаем, например, секунду. И посмотрим, что у нас будет сейчас продолжаться. Между чередой вот этих вот движений должна пройти секундная пауза. Секунда. Началось снова. Секунда. Началось снова. В принципе, удобно. Смотрите, можно сделать какую-нибудь полосу с препятствиями, которые падают вас и придавливают. И можно рассчитать для каждого падающего камня вот свою скорость. Тут уж вы сами придумаете, как делать. Так. Понятно тут. Это только настройки твина. И вот, наконец, мы сам твин делаем. Пин, который будет содержать ссылку на ту вещь, которую мы хотим двигать. Но в данном случае это вот парт. Вначале, помните, мы создали кирпичик наш серенький. Я могу здесь написать не парт. Или могу написать вот так. Помните, что минус-минус это комментарий. Как бы. Я тут, извините, на экран пальцем показываю. Вы этого не видите. Так. Но. Можно указать. А. Роблокс не видит те строчки, которые. Вот видите, они серым у нас здесь написаны. После комментариев. Так. Ну давайте тогда покажем какую-нибудь нашу. Как он у нас называется? Redblock, да? Пишем workspace с маленькой Redblock. Давайте посмотрим, как он у нас будет двигаться. Отлично. Деталь не создается. А просто наш блок переместился на ту координату, которую я сказал. И все происходит. Так. У меня тут дождь пошел. Надеюсь, это микрофон не пишется. Видите? В парт присвоили красный блок наш. Установили его позицию. Подняли на 30 стадов над центром нашего поля. Так. Ну ладно. Вот парт. Догадайтесь, как вашу деталь сюда. TwinInfo. TwinInfo это мы здесь задали. Значит, сколько один цикл длится секунд? Две секунды. Все это действие длится. Как все это сглаживать? Можно сделать опять, например. Давайте сделаем квад. Кстати, давайте посмотрим, как с квадом. Идет. InOut значит и начало и конец будет. Смотрите. Он медленно начинает, потом ускоряется, потом опять замедляется. Вот так. А можно сейчас сделать... Давайте в начале сделаем, чтобы он ускорялся. Это значит, квад будет применяться только в начале движения. Ну, видно, что в начале он медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее. Если мы сделаем в скрипте не две секунды, а одну секунду, будет более натурально. Так. В принципе, с этим примером почти закончили. Нужно разобраться, как теперь этот твин запускать. Ок. Смотрим. Вот здесь были настройки всего на все. Так. Третьим. Вот. Очень важная штука. Давайте я перенесу на следующую строчку. Так можно. Это первый параметр. Что будем твинить? Что будем двигать или что будем там менять? Дальше вот эти настройки. Как это все делать? С какой скоростью и так далее? А вот это вот очень важная вещь. Это что конкретно менять нашей... Здесь мы как бы задаем точку B. Куда движется наша деталь. Мы, во-первых, здесь задаем имя. Вот смотрим на наш RedBlock. Вот у него есть Properties, свойства. Вот позиция. Мы хотим, чтобы его позиция в точке B... В данном случае это у нас... Какую мы тут точку B указываем? 0, 3, 0. Чтобы из вот этой позиции, в начале которой мы задали, или которая уже была заданной, мы можем вот так сделать. Давайте смотрите. Закомментировал. Не устанавливаю начальные координаты. Посмотрите, как теперь будет двигаться. Он отсюда будет двигаться сюда. Отсюда-сюда. Давайте запущу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Поняли, да? Так, что еще можно не задавать? А давайте тоже посмотрим, как без якорька все это пройдет. Будет ли он кувыркаться? Так, а если мы встанем на пути у него? Что почти не влияет, но неважно. Ладно, тоже сами будете экспериментировать. Так, возвращаем. Возвращаем. Как вы помните, еще второй пример есть. Но он тоже несложный. Так, вот здесь мы позицию указываем. А давайте не только позицию укажем. Давайте что-нибудь еще. Давайте, например, мы его цвет будем менять. Здесь можно запятую написать. И пишем Color3. Это его цвет. Хотя, погоди. Color3. Можно ли менять Color3? Ну, давайте проверим. Он у нас красный был. Так, а мы сделаем его вот так. Color3. New. Так. И сделаем зеленым. 0. 1. 0. Это зеленый цвет. Здесь я мог просто написать... Ну, в общем, посмотрите другие уроки про цвета. Не хочу повторяться. Так, где-то у меня... Ага, вот ошибка говорит. Color3 нет такого. Ну, конечно, там просто, наверное, Color. Или BrickColor. Давайте просто Color сделаем. Это имеется в виду у нашей детальки. Так, тоже, наверное, нету, что ли? А, нет, все нормально. Блин. Так. Так как он у нас полупрозрачный, плохо это видно. Давайте я ее сделаю не полупрозрачность, уберу. Так, где эта транспаренция... О, пусть будет красный. И скорость... Пусть будет хотя бы 3 секунды, да? Сейчас мы увидим. Он двигается и меняет цвет. По-моему, видно. Прекрасно, что он был красный, становится зеленый. Неплохо. Так. А если я здесь скажу... Реверсивное движение, чтобы он назад двигался. Если я здесь в сторону пошел. Будет ли цвет назад меняться? Давайте я делаю паузу, я после этого движения уберу, чтобы он непрерывно двигался. Вверх-вниз, вверх-вниз. Если я сейчас сделаю линеар, как вы, наверное, знаете, линеар, то... Так, дуэкуча лишняя. То он будет двигаться с одинаковой скоростью. Ну и отсюда видно, что он не замедляется, не ускоряется, летает с одинаковой скоростью. Так, могу на него запрыгнуть. Ну, в принципе, да, вот можете и для лифта так использовать. Как-то он подергивается, конечно, немножко. Так, ну что. Так. А, можно просто более плавно сделать. Можно меньше секунд указать. Ой, меньше секунд. Больше, наоборот, секунд сделать, чтобы он, например, за 10 секунд двигался. Вот, 10 секунд. А, еще стояние лифта. Вот здесь вот 0 delay. Можно поставить, например, 3 секунды. Значит, он двигается, потом 3 секунды ждет. Пока мы на него залезем. У нас тут 3 секунд нет. Ну, так уже повеселее. Окей. Вот, в принципе, и все. Теперь нужно этот твин запустить. Его запускаем вот этой командой. Смотрите, если я ее закомментирую, то, конечно, наш наш красный кубик, он не будет ни цвет менять, никуда деваться не будет. Он вот просто моему позицию в начале, вот в этой строчке, видите, вот сюда. Мы его на высоту 30 стадов повесили, вот он и висит. Так. А вот эта штука, это вот как раз и есть. Запустить твин. Видите, никаких циклов не надо. Вот этот вейт тоже можно убрать. Просто твин плей. Все. И он начнет двигаться. Если у нас здесь отрезальное число, он бесконечно будет двигаться. И никаких циклов вам не надо. Можете в свои детальки, в свои лифты вставлять, и они будут вот так у вас двигаться. Клёже. Еще можно хитрость сделать. Помните, я вам в уроке про лифты говорил, что лифт движется из одной точки в другую. Вы можете вместо позиций, давайте я сделаю, вместо позиций, так, как вручную я там писал, да? Можно писать вот так. Так, это у нас голубой, как у меня циан. Так, мы ему делаем позицию ворс-пейс. Это начальная позиция. А лететь он должен до какого-то синего, до зеленого кубика. Так, вот мы сюда должны, вот сюда показываем. Наверное, можно вот так указать. запускаем. О, BlueCube, вот этот вот куб, этот GreenBlock, или GreenCube. Так, 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 о, GreenBlock называется. GreenBlock. Давайте пусть он поживее двигается. На секунду. Я хочу посмотреть. Видите, он у меня не закрепленный, этот зеленый. И он запомнил начальное положение. Видите, он у нас упал. Начальное и конечное значение, откуда и куда делать твин, запоминается в самом начале. И то, что у нас вот этот зеленый упал, и я его толкаю, он совершенно не повлияет на наш твининг. Имейте это в виду. Так, ну, можно наш зелененький закрепить якорьком, чтобы он не падал. Так, и я хочу еще попробовать. Ну, мы сейчас статью будем читать. Я хочу, чтобы не просто позиция менялся, C-frame менялся. А помните, чем в уроке T1 C-frame? Там еще можно поворачивать. Например, если один кубик поверну, и из него C-frame буду его брать, то у нас лифт будет вращаться. Вот эти штуки, кстати, вот тут кто-то просит сделать урок по созданию дверей. Мне это скучно, ребята. Вот, потому что я бы там твининг, например, использовал. Я лучше вам ссылку на урок без перевода найду там за 2 минуты эту дверь делать. Так, ну, может и сделаем. Ну, если будут донаты. Не будет донатов, но, наверное, ничего не будет. Такс. Окей. Клюже. Мы стандартный пример развили уже до чего-то интересного. Итак, возвращаемся к нашим примерам. Так, пример, пример. Вот он, первый пример. Так, ребята, теперь немножко теории. Какие же вещи может менять наш твин? Позицию, это мы сейчас сделали. Цвет, это мы тоже сейчас сделали. Прозрачность, можно сделать, например, что ну вот сюда давайте я можно тоже перенести строчку. Все через запятую тут пишется. Пишем, например, transparency, как она у нас пишется? Ага, через C. C. Мы делаем ее 0,5. Начальная у нас прозрачность единичка. Прозрачный, да? И он пока долетает, он становится полупрозрачным. О, видите, до второй точки. А сейчас опять становится непрозрачным. Окей. Причем, можно начальное значение сделать тоже. Смотрите, красный кубик, мы ему делаем transparency. ноль полностью непрозрачный. Давайте сделаем 0,85 полупрозрачный. А здесь можно сделать например тогда 0. Вот он наоборот с полупрозрачного будет становиться непрозрачным. Так, ну вот это вторая у нас точка, да? Угу. Ну в общем экспериментируйте, делайте что хотите. Так, вернемся опять к тексту. А что же делала у нас вот эта вот штука? Вы поняли, что если здесь стоит минус 1, то это у нас будет бесконечно двигаться. А если вы хотите его в любом случае, неважно сколько раз он там прокрутился, он наш лифт, остановить его через 10 секунд. Здесь мы запустили наш play, ждем 10 секунд и отменяем, выключаем наш twin. совсем. Давайте запустим и подождем 10 секунд. Так, уже половина наверное прошла. Сейчас он остановится. О, остановился. Так, а что если мы хотим, чтобы он 5 секунд поработал, потом замер немножко? и продолжил свое движение. Кстати, для лифтов это просто супер. Такие вещи. Мы пользуемся, вот я вам тут открывал ссылку, есть twin, во, что функции. В twin нас интересуют только такие функции. Play, это запустить проигрывание нашего twin. Pause, это чтобы он остановился, но не сбросился. Мы потом его play, сможем опять запустить. А cancel, cancel, что делает? Прерывает проигрывание его, twin, и сбрасывает все twin переменные. Если twin play заново запустить, после того, как вы сделали cancel, twin cancel, отмену, он понятно. Так как все переменные сбрасываются в twin, то после того, как мы после cancel запустим play, он как бы все сначала начнет. Можно поэкспериментировать. Ну и все, больше у нас ничего интересного здесь нет. Давайте сначала вот это вот с паузой. Пауза, сколько давай, 2 секунды, и потом опять play. Потом cancel. Останавливай. И сейчас попробуем еще вместо паузы cancel. Как он? Перескочит на начало? Он должен перескочить на начало. Так, через 2 секунды, то есть через 5 секунд остановился 2 секунды, подождал, и опять пошел. А, ну там cancel уже сработал. Так, я вам говорил, что можно еще один twin сделать. Давайте еще один twin сделаем. Того тоже в примерах нет. Я это дублирую. Так, twin info 2 делаем. И twin 2 делаем. Так, что мы сделаем? Давайте в twin 2, во-первых, в первом я уберу цвет и прозрачность. Пусть он только в фигурных скобках, эта штука, третий параметр. Первый twin будет только за движение отвечать. А во втором twin он будет срабатывать каждую секунду бесконечно. И в нем мы будем менять цвет. Красный, зеленый, красный, зеленый. Тоже пусть он вперед-назад возвращается. Паузы никаких не будем делать. Позицию убираем. Прозрачность тоже убираем. Хотя пусть остается. Для примера. Так. И теперь нужно запустить. Можно в начале запустить twin 2. Видите, первым параметром мы на ту же деталь ссылаемся. На наш red block. А можем, конечно, применить уже к синему кубику или еще к чему-то. Но я просто хочу два twin одновременно наложить на одну деталь. О, видите, хоть он там и замер, цвет у него меняется. Так, ребята, что-то у меня в twin 2. А, вот. Twin 2 в twin 2 инфо же должно быть. О как. Что-то не могу понять, что у меня он. Цвет не резко меняет. Смотрите, видите, как он классно сейчас даже замер. Twin 2 же мы не останавливаем, поэтому смена цвета продолжается. Давайте сделаем вообще резкий, эпилептически опасный. Так. Повторять? Ну, это понятно. Linear. Можно здесь тоже поиграться. Так, in, out. Оно это на линейную не влияет. Когда линейная скорость, тут не важно, что мы пишем. Давайте мы сделаем не linear, сделаем bounce. 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 Мы сможем заметить только прозрачность придется убрать, чтобы мы смену цвета заметили. Так. Видите, как можно настройки переносить? Здесь, конечно, некрасиво. Должно быть как-то вот так. Ладно, неважно. Так. Просто я хочу, чтобы цвет пульсировал. Он сейчас должен так пульсировать. что пульсировал, так мы должны прозрачность. Сейчас подойдем и все посмотрим. Заметили, да? Он немножко так подергивается. Как бы. Зелено-красный, зелено-красный. Ну что, мне нравится. И мы первый сбросили с помощью вот этой вот строчки. Первый Twin Cancel, да? А Twin 2 мы нигде Cancel не делаем. Поэтому цвет у него будет меняться бесконечно. Вот так. Ну, отлично. Так, я еще хотел C-Frame попробовать. Ну, давайте теперь C-Frame попробуем. Еще. Так, C-Frame. Развернем. нашу. Вот так. И давайте вместо позиции мы будем делать не Position, а C-Frame. C-Frame равно вот так вот надо, ребята, делать не просто приносить, а делаем C-Frame из позиции первого нашего кубика. И здесь, где у нас тоже здесь C-Frame делаем из позиции второго кубика. И здесь тоже называем C-Frame. И наконец-то мы сейчас к сайту перейдем прочитать. Я вам как бы наизусть все рассказываю от себя. Сейчас мы посмотрим в текст, который мы якобы переводили. Так, не понял. Ты что морду-то не вращаешь? Что-то мне не нравится. Так, нигде ошибки не было. Ребята, вот оно что. Ошибка вот в чем. Я здесь не C-Frame пишу. Я создаю C-Frame из позиции. А когда мы C-Frame создаем из позиции, то все углы сбрасываются. Понятно? И вот здесь тоже пишем C-Frame. Предыдущий урок вам обязательно надо посмотреть T1 с C-Frame чтобы разобраться. А, что там? Где ошибка? А он вектор ожидает. Так, C-Frame C-Frame Не понял. А, во как можно делать. Блин. Так, ребята. Ну, можно конечно не не хочу я заморачиваться сейчас. Кто знает как быстро решить эту проблему давайте в комментарии напишите не хочу здесь останавливаться на этом долго. Так, быстрее по текстам по функциям а ладно, сейчас верну. Мы cancel так и не давайте пока пусть позиция остается мы должны поиграть вот с этим не пауза а здесь сделать cancel и потом play идет. Что же произойдет? Помните у нас сейчас он подвигается и остановится в идеале он должен скакнуть на начале вот он остановился сейчас должен мгновенно скакнуть что-то я не понял ну ладно кто может меня поправить моя теория вот какая можно конечно еще раз внимательно прочитать cancel давайте прочитаем эта функция останавливает проигрывание твина и сбрасывает все переменные в твине и если твинплей заново запустим то все свойства в твине все понял все понял смотрите когда мы делаем паузу то наш ну допустим вот движется наш кубик отсюда сюда когда мы делаем паузу то все переменные внутри нашего твина сохраняются и когда мы делаем play он с той же скоростью как будто паузы бы и не было он пройдет и закончит но смотрите например все движение у нас 5 секунд занимает из одной стороны в другую мы 2,5 секунды прошли сделали паузу если мы сейчас сделаем play то движение сюда займет те же 2,5 секунды оставшиеся а если мы например двигали и сделали cancel и опять делаем play он пересчитает все время он отсюда будет двигаться со скоростью заданной в нашем твине вот вот с этой скоростью так что получается ну давайте мы это наверное сейчас сможем глазами понаблюдать я не могу понять где это я могу использовать честно говоря видите с более медленной скоростью да я прав я прав так чтоб у нас нормально все это шло не будем отменять давайте понаблюдаем с какой скоростью у нас все будет двигаться мне вообще интересно конечно вы конечно можете play и stop нажимать когда вы смотрите видео так вот сейчас он пойдет с медленной скоростью дошел до этой точки пошел назад а вот оно что теперь я понял как это можно применять начальная точка сбрасывается так что вот где мы вызываем cancel она становится первой точкой из которой идет движение в желанную а желанная точка точка 2 мы ее указываем вот здесь вот здесь когда создаем twin помните да это деталь которую двигаем или там какой-то юнит информация а вот наша вторая точка и не только точка имеется координаты но и цвет давайте еще раз запущу подумайте как можно использовать в игре вот этот cancel остановился теперь не эта точка начальная становится а вот это где cancel мы вызвали и все теперь play будет из этой точки в эту напишите действительно в комментариях где можно я подумал что можно сделать хитрые лифты которые не верхние а например вокруг какой-нибудь башни двигаются туда-сюда но если вы не будете рассчитывать не будете проверять вот эти вот тайминги координаты то ваша игра может случайно эти лифты отодвинуть так что игра будет непроходимая я такие игры терпеть не могу если я вижу что автор ее не тестировал то я скорее всего больше даже не буду играть так окей это мы разобрали я доволен теперь возвращаемся к самому началу что же можно менять позицию прозрачность цвет и так далее и значение которое мы указываем вот здесь вот здесь когда мы трин создаем в третьем параметре это значение указывается конечное до которого нужно дойти но наверное я уже раз 10 про это сказал вы наверное уже поняли надеюсь так но твин сервис умеет только некоторые типы значений изменять но можно сразу несколько значений менять в одном твине но мы делали это уже и позицию меняли и цвет и так что он умеет менять умеет менять числа что за числа number ну вот например transparents это у нас число тип данных число bull это значит истину в ложь будет превращать но я полагаю что если у нас движется надо конечно посмотреть просто нет же полу ложь или полу правда есть либо ложь либо правда я предполагаю что половину пути это будет ложь а в конце будет правда ну или наоборот проверьте пожалуйста или или нет или когда он дойдет до конечной точки тогда там включится то что мы здесь покажем так c-frame c-frame работает rect это там четыре координаты свет состоящий из трех rkb udim udim2 вектор из двух значений вектор 2 pn16 даже не шифровал что это вектор 3 у нас в позиции используется такая штука поэтому когда мы позицию меняли он смотрел на имя не на имя позиции а он смотрел а что же у нас в позиции хранится а у нас хранилось три числа вектор 3 так ну остальное я вам уже все рассказал здесь вам рассказывают когда мы создаем твин что три параметра про это я вам тоже говорил вот мы создаем твин с помощью твин сервис твин сервис create первый второй и третий параметр здесь у нас написано первый параметр это то что мы хотим двигать кстати это не обязательно даже деталь это может быть какая-то это может быть даже таблица например вот такая смотрите так может таблица а нет он только инстанции ну в принципе в роблоксе все происходит из инстанций деталь мы создаем из инстанций много чего эффекты кстати можете действительно двигать двигать какие-нибудь огни менять цвет огней эффекты так ну твин инфа понятно твин инфа это вот это вот твин инфа сколько секунд один цикл двигается с какой скоростью либо линейной либо затуханием затухание применять в начале в конце или в начале в конце бесконечно это делать если отрицательное число или указываем как иное число сколько раз повторить вот возвращаться в ну делать реверсивное движение возвращаться в начальную точку после того как мы дойдем до конца или нет и сколько пауза в секундах после того как один цикл движений пройдет так ну и возвращает он твин вот эта функция твин инфа возвращает вот мы в этой переменной о господи твин ли а returns это вот вот что возвращает вот эта вот функция инсервис create конечно возвращает твин тип твин и мы можем воспользоваться потом у этого объекта методом твин плей так ну все первый пример посмотрели что тут во втором примере делается я уже вам показал в первом примере просто здесь показана и позиция и цвет меняется ну все на этом урок закончен пишем в комментариях какие-то пожелания ну ребята не знаю посмотрим летом как я смогу писать уроки ну донейты конечно не мотивируют иногда всем хороших каникул хороших игр давайте подписывайтесь всем друзьям рассказывайте ставим лайки там колокольчики и так далее пока